подруги привет у нас тут новые будни точнее сказать новый день наших буднях в общем я матушка неопытная вообще не разберусь что происходит но ничего не про не получается это называется у нас псих вот психи у нас выглядит так смотри сердечко и мы его кладем формочку сердечко чтобы он стал тебе нужно покрутить и попробовать попасть в формочку на пробу давай то есть форма должна совпасть покрути если не совпадает и не проходит покрути да поверни вот так вот в другую сторону вот так попробуй вот смотри как получилось у нас что происходит у нас уже буквально две недели ребенок с цеплями прорезаются как я уже говорила у нас зубы то есть у нас последние четыре маляра уже прорезались углы верхних их видно нижних не видно пока но мне кажется они тоже там уже на подходе вот связи с этим я как бы все недомогание сопли такой легкий кашель время от времени который знаете такой вот типа от количества слюны списывал на эту историю температуры у нас не было бы были просто капризы плохо спал и ну как я уже говорила две недели течет нос просто сумасшедший вчера ночью ребенок ко мне пришли горячие просто с ума сойти температура 38 с половиной которая но в целом то и не характерно зубам потому что насколько я понимаю когда зубы может быть температура но не более там 37 с половиной что-то типа того ну я уже в мастерстве своем короче запуталась и я вообще не понимаю что к чему понятное дело что когда зубы лезут то ребенок ослаблен и более подвержен инфекциям что в целом то наверное произошло потому что по итогу с соплями я и естественно с соплями тоже грант теперь грант тоже хлюпает ночью но не то чтобы прям просыпается но в целом он вот прям нос у него хлюпает и днем когда он чихает то время от времени там вот вылетает нормальный объем прям вот его с соплей и поэтому мы сегодня вызвали педиатра я позвонил в болтмет и вызвала педиатра сказав о том что двое детей младенец и два с половиной и нам нужно нужна помощь да чего ты хочешь котенок давай ну давай руку короче мы сейчас буквально через час ждем нет в шкаф не надо мы через час буквально ждем педиатра когда она приедет и будем с этой всей историей разбираться поскольку ну уже невозможно с одной стороны хорошо что у нас каникулы и локдаун и поэтому у нас есть возможность дома просто находиться и как бы таком бережном режиме на ребенка держать не надо в сад ходить да кстати эти наши носки это вот фэшн выбор человека ну и короче в связи с тем что у нас локдаун то понятное дело что в сад ходить не нужно это хорошо потому что ребенка есть возможность восстановиться но чтобы восстановиться не надо понять что с ним происходит по поводу температуры я ее сбила ночью и все больше она не поднималась утром он проснулся нормальный без температуры абсолютно ничего меня у стенки стоять зачем шкаф нет малыш гардероб мы сейчас разбирать и громить не будем потому что ты его тут разгромил уже непонятно что ну хватит такие вот капризюльки у нас вот так что подруги такие пироги вот тут у нас грантик маленькая вторая запилюшка сегодня кстати нам ровно ровно 7 недель так держи никак человек в свой праздник не может выспаться да потому что братишка тебя все время будет но ты уже такой у нас замечательный да скажи 7 недель в общем мы растем развиваемся и уже вес у нас 5 килограмм это здорово да значит мы набираем все у нас с этим в порядке будем пытаться тихо себя вести чтобы ты мог хотя бы немного поспать да потому что уже время часик ты уже по бодрству и пора бы уже как-то отдохнуть глаза красные и во взгляде полный тупняк понятно что человек хочет спать мне кажется мы тут с нашими болячками вообще из дома никогда не выберемся и наши влоги они навеки будут вот в этой квартире с детьми они уже уже будут совершеннолетними а я все буду подруги привет у нас тут сопли опять да скажи не выбраться нам из дома вот мама выехала разочек в этот торговый центр и волосики себе прибрать в кучку и все и закончилась наша история на этом да ой котенок ну чё ты эту коробку опять достал слава богу мы хоть хоть как-то порядок держим в доме надо только вот эти вот все недоеденные бананы убрать и все в остальном у нас тут как-то все даже очень сносно да бубсик и и ага ну единственная радость конечно же в том что арс вернулся из москвы и все сейчас он дома хотя с другой стороны он снова на работе здесь детьми втроем но в любом случае это здорово когда муж возвращается это знаешь что он здесь и в любой момент можно позвонить и если уж какое-то там чп или что-то происходит он любой момент может приехать ну ну что подружки смотрите что у нас тут у нас великолепные доктора приехали просто сказочные настолько приятные настолько профессиональные настолько общаются с ребенком вот это в общем крошку сдавали анализ и нам дали наклейки да так что у тебя тут на карточке покажи та карточка это означает мягкая котенок мягкая это вата мягкая давай иди посмотри динозавров своих у тебя тут книжка целая в общем вирусня у нас жесткая на фоне зубов которые действительно него прорезаются верхние два маляра уже в общем практически прорезались давай мы почистим тебе нижние они будут но приблизительно через недельки наверное две и следовательно на снижение иммунитета и общего такого ослабленного состояния у него наслоилось все потому что у него очень много слизи и следовательно у нас уже вот надо лечение антибиотиком и в общем схема нам прописано и мы теперь уже понимаем как нам лечиться и в течение ну пяти дней приблизительно все должно у нас наладиться ну и конечно по цепочке вирус отхватил и младшенький кровь мы сдали мочу тоже поэтому анализы ждем доктор сказала если что она позвонит но в целом все должно быть у нас хорошо при назначенной схеме лечения так кое-кто любит сейчас закрываться а чё ты делаешь зая вот тебе кажется это вот классно да развлечение какое рэм скалолас ты чё делаешь эй 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 знаешь что котенок ну короче в общем вот такая вот у нас история здесь я навела порядок тут вчера или когда тут было все чисто котенок как так получается вот как так ну будем убирать что делать да будем убирать ну и по поводу педиатра я вызвала из болтмеда то есть это клиника болтмед платный вызов поскольку я без страховки и приезжает доктор медсестра не дешево все это обошлось со всеми анализами осмотром двух детей заплатила 8000 ну вроде это не дешево но я вам скажу что когда приезжают такие доктора и когда вот так осматривают детей когда ребенок довольны когда они сдают кровь у младенец и ребенок постарше и никто вообще не плачет то я готова платить такие деньги за вот такой вот во первых профессиональный во вторых безопасный осмотр ребенка и чтобы начать своевременное его лечение поскольку сейчас в пандемию ехать в поликлинику с двумя детьми вот с этой вирусной инфекцией ну вот вообще никак так что все сейчас нам назначение все даны с папой мы тоже созвонились все лекарства купим и начнем малышей лечить кстати говоря с рэмом там история такая что у него слизи настолько много что ему промывать уже нельзя поскольку если продолжать промывать то в этой стадии уже можно добавить туда и отит в общем всяких разных неприятных историй следовательно тут мы просто у него будем отсасывать сопли у нас есть антибиотик который назначен и плюс ко всему доктор мне порекомендовала с сопли отсос который подключается к пылесосу она сказала хоть и странно звучит но поверьте мне эта вещь очень крутая младенцу конечно же ручной но с фрида который я пользуюсь им мы пользуемся что касается рэма то ему уже сейчас лучше такое потому что это избавитесь от соплей за три дня и многие мои пациенты со скепсисом сначала смотрели на эту историю а потом были крайне удивлены и благодарны что вот все таки попробовали и действительно работает класс ну и помимо этого конечно же нам еще подруге нужно здесь убраться но это это ежедневная история которая мне кажется никогда не закончится и малыш мой малыш это его ком-то пусть делать хочет да ладно мы пойдем обедать пойдем спать и потом в аптеку за лекарствами динозаврики да динозавр до тиранозавр вот так вот щелк 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 зубами на белыми зубами чистить небось зубы то каждый день до ровно как и мы вот это трицератоп скотенок тиранозавр да это маленький трицератопс это мама и два маленьких трицератопсика у нее до датина на тиранозавр всего бояться самый сильный динозавр и я вам скажу что острый рина ада найдет если я правильно произношу это вообще не веселая история особенно когда ребенку нужно уложить спать у него вот просто течет так что не остановить ему в кроватку уже дала муслиновую пеленку чтобы он мог просто хотя бы нас протирать благо он в этом вопросе сообразительный научился сморкаться и понимает что лучше лежать на спине на боку на животе все прям там затекает может в шею бедненький ну короче так кошка упала щас будет этой кошкой лезть и ползти ну вот так я его уложила тем временем здесь я уже заварила ромашку чтобы грантику 5 раз в день давать его по чайной ложечке рэма допаивать это тоже будет неплохо и достала наш стерилизатор помните когда рэм был еще младенцем я стерилизовала все для него ну вот все соски значит нос фриду поскольку сейчас грант только будет ей пользоваться то нос фриду я простерилизую но соски в том числе чтобы дополнительно разные микробы вирусы они в общем не усугубляли нам историю все было исключительно чистенько у этого человека у нас оказывается острый ринофаренгит то есть это не совсем то же самое что у рэма ну или по крайней мере еще в той стадии когда все это так безболезненно проходит поэтому ему нос промывать отсасывать механический нос фридой и називи нам пользоваться но там тоже очень строго по назначению ну да офигенно у тебя сегодня праздник семь недель были у нас будни просто мама с двумя детьми дома теперь будут будни мама с двумя больными детьми дома их нужно добрый час прошел человек уснуть не может пару раз выходил я его обратно отводила но сейчас я уже вот микрофон не направляю не говорю ему давай спать просто потому что может начать плакать и если с таким носом еще начать плакать тот конечно будет катастрофа вот следовательно я позволяю ему там в тишине и в темной комнате спокойненько одному самому собой отдыхать сюда а второй тут с ручейком тоже проснулся глаза в кучу давай мы сегодня матушки решили устроить да денек веселый и ночку тоже очевидно ну ладно как скажете и кто тут уже фокусирует глаза а кто уже красиво фокусирует глаза а скажи расту развиваюсь как молодец да молодец и кстати по поводу стерилизации мне часто пишут подписчицы вопрос а зачем вы стерилизуете зачем это надо я никогда не стерилизую я вот искренне не знаю что на это отвечать всегда ну потому что вот вот вообще не понимаю что отвечать как может быть непонятен процесс стерилизации для чего он нужен вот например для таких случаев когда у всех вирусня на вирусне и нам нужно позаботиться чтобы все было чистенько ну и чтобы не было ситуации когда у тебя соска ну да помытая там под краном воды но в целом то вирусы могут остаться спокойно они могут забиваться там непонятно куда и тогда одно на другое накладывается и особенно когда мы ну не можем на сто процентов знать когда у ребенка начинаются какие процессы например зубы и вот момент когда у него есть такое ослабленное состояние когда он может легче подцепить тот или иной вирус поэтому лучше все стерилизовать ну хотя бы до года а когда в доме младенец и старший ребенок лишним не будет по крайней мере вреда уже от этого никакого только пользы так но мне кажется тут без вариантов спать никто не будет поэтому сейчас он еще там посидеть чуть-чуть поиграет я пока покормлю гранта и мы поедем аптеку за лекарствами подруги короче сейчас ночь как ночь на самом деле всего-то одиннадцати вечера а в доме у нас ночь как будто бы сейчас 12 не 12 а 3 в общем у рамы поднялась температура в часов 9 наверное мы еще не спали тридцать девять и два я позвонила педиатру вообще мы сбили температуру она сбилась ровно также хорошо как и вчера ночью сразу и мы положили раму спать он чуть-чуть там поспал и потом все каждые 15 минут он просто рыдает кричит меня зовет и не успокаивается я захожу он успокаивается проходит 15 минут опять начинает орать и видно что температура уже нет он просто от раздражения что ему этот нос это слизится она его просто добивает и уже надоело жутко он не может уже никакой время просыпается трет этот нос он у него не течет потому что мы дали ему все лекарства которые доктор прописал но все равно он забивается то он открывается то он закрывается в общем-то у него совсем все непросто реально это остро-остро история вот и мы по итогу решили положить его ко мне в комнату потому что нет никакого смысла каждые 15 минут бегать по полчаса сидеть и чтобы через следующие 15 минут он опять орал что вы думаете теперь каждый 15 минут орет в моей кровати я вот его пытаюсь там его шушукать все такое и грантик рядом спит и я больше всего конечно переживаю за то что мы вот в одной комнате этими бациллами он же на меня дышит он меня трогает руками а я между ними то туда то сюда то туда сюда и понятное дело что гранту сразу антисептик есть но сколько там я же не могу его все время антисептиками трогать короче не за свое здоровье понятно дело просто чтобы от меня потом гранту даже не передавалась и не усугублялось ничего поделать нельзя короче вот такая вот история с двумя болеющими детьми такой трошняк короче ладно пойду обратно пока он снова не начал кричать вот так выглядит baby vac то есть эта трубка и на двух концах этой трубки два наконечника один надевается на трубу пылесоса и другой прикладывается к носику ребенка и сюда все это дело попадает сейчас покажу как работает так вот вставляем ну вот по итогу выглядит это все так конечно же не самое красивое зрелище но мама которые действительно мучаются с болеющими малышами они поймут что ну ну в общем как есть и если говорить о силе вот этого отсасывания то конечно же перед тем как поставить эту штуку в нос ребенку я попробовала ее сама на себе это действительно очень мягкое отсасывание оно эффективное но мягкое то есть мне по ощущениям оно напомнило просто мягкие души как валора ну и в конце концов каждая мама может попробовать сначала действительно на себе чтобы убедиться что у ребенка нет никакого дискомфорта и само нюля ее конструкция она сделана таким образом чтобы отсасывание действительно не было сверхсильным чтобы она была бережным но эффективным и следовательно вот работает очень очень круто несмотря на очень странное вот свое исполнение при помощи пылесоса но мамам действительно приходится используя всякие разные методы и слава богу что работает главное чтобы ребенку помогало и не вредило подруги привет новое утро нашего лазарета прошло ровно два дня по моему два дня если я не ошибаюсь с вызова врача и мы в общем так вот тут тусуемся да лечим рина аденаидит в случае рэма и рина фаренгит в случае грантовича ну и как это у нас все получается собственно мне кажется очень даже успешно но не отменяя того факта что это капец как сложно особенно с двумя малышами когда один грудной другой уже совсем не грудной ну и короче собрать всех всех детей в кучу и все дни проводить с ними дома и заботиться о том чтобы у всех все было хорошо и все поправлялись и никто не плякали не переживал это конечно задачка не из простых но мы справляемся сейчас буду рассказывать как у нас тут успехи в общем подружки у нас тут история какая я уже просто отлетевшая мать поэтому утро свое естественно пытаюсь начинать на самом деле это наверное неправильно сказать что начинаю но пытаясь начать кофе по крайней мере ту часть утра когда я прихожу в себя поскольку само утро начинается с того что просыпаются эти двое рано-рано и тех подруг которые вечную не спрашивают в комментариях по поводу кофе во время кормления во время беременности можно пить кофе во время кормления и во время беременности Только если у вас нет никаких побочек от кофе, во время беременности не поднимается давление, вы чувствуете себя хорошо, ваш доктор по каким-то другим, я не знаю, показаниям вашего здоровья вам запретил пить кофе, тогда нельзя. Если этого всего нет и вы чувствуете себя хорошо, тогда, конечно, не более двух чашек кофе в день выпить можно. Что касается грудного вскармливания, во время грудного вскармливания кофе пить также можно. Единственное, что нужно, это следить за малышом. Поэтому нежелательно, конечно, пить на ночь, пить в больших количествах, но это в любом случае, поскольку тогда и малыш может сильно бодрствовать. Ну и, в принципе, всегда все нужно обсуждать со своим доктором, с педиатром и обсуждать эти вопросы и убедиться, что у вас все хорошо. А если все хорошо и нет никаких вот прям побочек, а есть только счастье материнское и бодрость, так сказать, тогда кофе пить можно. Ну, собственно, я это кофе и пью. По поводу детей, вроде бы уже состояние немного лучше, хотя оно какое-то, знаете, такое ровное. У Рэма, значит, у Рэма температура поднимается только по вечерам. Ее мы сбиваем очень легко и сразу при помощи половинки таблетки Ибуклин Юниор. Вот очень крутой препарат. У него там комбинация ибупрофена и парацетамола, и он очень здорово работает. И нам, на самом деле, вот в сутки хватает этой одной половинки таблетки, чтобы сбить температуру, и более она у него не поднимается. Она может быть какая-то такая незначительная, там типа 37-30 что-то там с хвостиком в течение дня или утром, но по большому счету больше температуры, которую нужно сбивать, у него нет. Показала, как мы, значит, отсасываем его сопли. А куда ты лезешь? Котенок. Я очень извиняюсь, конечно, но тут, понимаешь, башка лежит, и не следует на эту башку залезать. Помимо этого, наше лечение заключается в том, что, да, мы отсасываем сопли. Как вы видели, ребенок чувствует себя при этом хорошо и сам себе тоже с большим удовольствием их отсасывает. Потом у нас есть сиропчик, который мы даем два раза в день, утром и вечером для горла, и также я ему промываю уши специальными ампулами, которые предназначены для промывания ушек малышей, да, котенок. Нос после отсасывания соплей мы ему пшикаем полидекса. Это такой достаточно жесткий, сильный препарат с антибиотиком, который доктор нам прописала, но в такой острой ситуации, конечно же, ничего другого не остается, и нужно ребенка лечить, чтобы все это дело не ушло в атит, и еще более какие-то сложные истории, когда пазухи забиваются, когда это все нужно прокалывать, чистить и так далее, и так далее. Ну и все, во всем остальном это обильное питье, проветривание, очищение воздуха и мое присутствие, которое ребенку абсолютно нужно. И чувствует он себя терпимо при всех этих условиях. Значит, первую ночь, да, он спал у меня, плакал, отрубился, он только, наверное, там, я не знаю, во втором часу ночи, когда уже все, ну, уже сил не было. И он уже спал до утра. Утром тоже проснулся, плакал, ну и, в принципе, он, конечно же, капризный. У Грандика все полегче, его носик я просто промываю аквалором и отсасываю сопельки нашей нос Фридой. И много-много любви, молока, да, и маминого присутствия, потому что он вот прям, ему надо, чтобы я была рядышком, ему нужно слышать мой голос, ему нужно слышать вот нашу вот эту всю возню, даже шум и пылесос, и кофемашина, и все, все, все. В общем, его успокаивает. Главное, чтобы мы были рядом. Ну, а всем остальном у человека прям все в порядке, в порядке, да, скажи. Он растет, личико прям уже меняется. А сейчас тебе уже пора поспать, да, малыш? В общем, буду его укладывать потихонечку и заканчивать влог. А, покажу вам еще одну штуку в своей спальне. Вот, подружки, смотрите, какая красота. Нежданно-негаданно приехала мое покрывало. Зара прислала мне сообщение, что покрывало отправили, и вместо 10 ноября они его пришлют вот прямо сейчас. И вчера оно уже приехало. Я, конечно, поражаюсь. Скорости доставки заказов от Зары, они прямо в этом вопросе молодцы. Ну, и, собственно, покрывало само, оно у нас вот такое вот льняное, очень такой натуральный, клевый материал. Стеганное покрывало, внутри прослойка синтепона, ну, и с другой стороны ровно такой же лен, стопроцентный. И я вот прям дико-дико довольна тем фактом, что этот цвет, он не насыщенный, не такой, как был на сайте, а он такой очень-очень приглушенный. И, следовательно, смотрится все это вместе с моими вот такими вот оливковыми стенами, нашей полкой, очень даже неплохо. Остается, конечно же, еще подобрать кое-какие аксессуары, подушки, удалить детское барахло из моей комнаты, и тогда все это будет смотреться намного-намного веселее. Я сюда добавила, тут у меня парочка горшков с моими цветками, но не уверена, что оставлю их здесь. Тут еще наши альбомы, которые мы в детской прессе печатали. Это все наши альбомы с рождения Рэма и вот первые два года его жизни. Ну, и все остальное. Остается здесь только, да, навести порядок. И, конечно же, я знаю, что лучше книги составлять по схеме цвета. Тогда все это дело будет выглядеть намного-намного опрятнее. Да, котенок? Ну, в общем, во всем остальном вот так вот. Но вот, хотела вам показать наше покрывало, которое мне очень-очень нравится. Я рада, что его заказала и выбрала как раз-таки это. Так что вот наша двухметровая с чем-то там кровать, она прекрасно подходит этому покрывалу. Или наоборот, это покрывало прекрасно подходит нашей кровати. Все это дело застилается. Так что вот такие вот пироги. Немного-немного веселее таким образом смотрится наш лазарет. Ну, и я, в общем, счастливо-довольна. Так что, подружки, вам того же желаю. Все, доброго всем дня. Мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике. Все, Рэм, скажи подружке пока. Пока. Давайте, подруги, увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. На сегодня я с вами прощаюсь. Пойду продолжать лечить этих двоих красавцев. Ну, может быть, присесть в свою прекрасную постель. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова